Так, авария моя перед домом, с помощью которой я хорькую воду. Позвонила в Крым воду, рассказала ситуацию. Приехали пацаны на такой красивой машине. Вон они, приехал трактор. И сейчас мальчишки будут мне разворачивать всю эту красоту. Сказали, кизил выкапывают. Жалко кизил Григорию у меня. Потому что между грецким орехом и кизилом случился этот порыв. Кроме того, здесь идет газовая труба. Там электричество, разводка по улице. Просто все очень непросто. Ну, льет это уже давненько. Я думала оставить это до лета и таким образом на халяву огород поливать. Вот ямка наливается. Я ее туда вот переливаю и под деревья. Ну, что-то забеспокоилась, что вся эта вода там накапливается, идет и под дом. Так что мужики решают сейчас вопрос. Решают вопрос с газовой службой. Можно копать или нет? Не повредим ли тут, не повредят ли тут газовую трубу? Так что ждем. Собрались три предприятия. Крымвода, электрики, газовщики решают, что делать. Оказывается, рядом с порывом идет газовая труба под землей. Какая-то там развязка. То ли двухтрубная, то ли трехтрубная. Я говорю, мужики, не надо копать. Пилите. Увидели, что я снимаю, пошли засмущались. Я с ними уже тут со всеми перешутила, переговорила. Я говорю, не надо копать. Делайте по современной технологии от колодца к колодцу. Эту новую трубу пластиковую. Они говорят, денег нет на такие работы. Все по-простому. Но по-простому-то по-простому. А получается, что они сейчас выкопают вот в этом месте. Золотают ржавую старую трубу, 50-летнюю. А через месяц прорвет рядом в полутора метрах. И опять что ли копать? У меня тут клумбы. У меня тут, самое главное, уже мне сказали, что вот этот кизил. Кизил придется убрать. Тут и так или это, газовщики трубу красили, вон полдерева отпилили. Потому что то, чтобы труба не касались ветки. А тут еще такая напасть. Ну ладно, кизил это мы переживем. А вот то, что сейчас тут все разроют, я по соседнему участку смотрю, там в том году разрыли. Разрыли, слегка закопали и уехали. Ну и там некому все это разровнять. А я-то буду тут все это разравнивать своими силами. Ну короче, пока они еще думают, ждут начальство. Еще третья машина приехала какая-то. Я потихонечку выливаю из ямки воду вот в этот. А потом вот сюда вот. И вот труба у меня идет туда, туда к персикам. Туда на огород я ее выливаю. Так, продолжение следует. Отходи. Все вкопаем. Ребен, заезжай наискосок, как я тебе показал. И вот отсюда берем. Вот он показал, вот я сфотографирую, вот его точка. Ты развернись, жопы ко мне, первые дни в лестнике. Он в каком-то занесуде оставил. Ты одет, одет туда чуть-чуть дальше, потом задом вот здесь, там и стенки. Он сделан и будет глядем туда. Перекирывай туда. Копаем полную-то поперед. Главный командир Рустем Менбареев. Стесняется. Видит, что я его снимаю. Так, а мужики что делать будут? А мужики, похоже, электрики или газовщики. Я не знаю, что-то они там... Так. Трактор завелся, машина. Так. Интересные события. Мужики прозванивать, что ли, будут? Ветер дует. Так что, если не слышно меня, простите заранее. Так, вон электрики. А, ну Крымгаз-сети. Тут идет какая-то важная под землей труба. Так. Ой. Так, сейчас. А я их не езжу. Главный по Крым в воде. Крым в воде. Крым в воде. Клумбы все мои. Вон этими камешками обложила. Цветочков насадила. Они уже начинают зеленеть. Все сейчас выкопает. Мои колокольчики тут. Гиацинты. Ой, как жалко. А самое главное жалко кизил. Но, похоже, кизил они не тронут. Они, похоже, решили точечно копать. Прямо в одном месте. Чисто к дырке. Ну, посмотрим. Так. Наблюдаем за работами. Так, вот это газовщики. Что-то меряют. Народу раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, как минимум девять человек. Которых я вижу только на горизонте. А, да, в белых кроссовочках, конечно, очень хорошо начальнику работать. Прямо кроссовки новые. Как будто вчера купил или в машинке постирал. А вон там что-то еще и какую-то трубу раскрыли. Что-то там достают мусор. А, прозванивают. Ага. Чтобы ничего не нарушить. Ага. Вот Рустем и мои камешки понадобились. Все, спасибо, мужики, сказал Рустем. И они поехали. Ну, посмотрим, как сейчас безаварийно. И точно выкопает он яму. Так, смотрят электрический щиток. У меня калитка. Калитка стоит. Ну, аккуратненько, в принципе. Да, я потом могу тут сама порядок навести. Посмотрим, что мы сейчас там увидим. Ищем клад. Калитка. Я обратила внимание, у соседа делали тогда ремонт. В кормане видела. Работают очень аккуратно. За собой потом все убирают. Должно быть все нормально. Прямо вот роют. Ну, кстати, особо корней нет. Вот там тоненькие видно. Я думала, сразу будут толстые корни грецкого ореха. Нет, ничего вроде бы. Ну, кучку мне потом, конечно, надо будет разравнивать. Рустем, далеко от трубы. Труба прям под Кизилов идет. А мы далека начинаем. Ясно. Рустем сказал, начинают издалека. Потом тут будут, видимо, вручную подкапывать. Потому что, я знаю, труба идет прямо под Кизилом и вот прямо под грецким орехом. Они со стороны начинают копать, а потом там... О, что-то зацепил. Корень. Корень толстый от грецкого ореха. Толстый. Вон оно. Вон оно. Да, корень мощный. Что там говорить? Ну, он его порвал с легкостью. Вот сейчас выворачивает его наружу. Глубоко копает. Лизка моя где-то разрывается. Ищет. Проколами ищет. Показывает, сколько еще копать. Трубу щупает. А этот-то вытащите. Оставили торчок. А-а-а, вон. Ювелиры. Ювелиры. Цветы мои. Многолетние. Падают в яму. Ну, новые посажу. Придется мне в этом году с этой клубой повозиться. Хотя есть смысл водиться или нет. Очередная дырка. Опять все перероют. Так уж все. Травка, чтобы была. Глубоко копают. А-а-а-а. А-а-а. Мама дорогая. А-а-а. Мама дорогая. А-а-а. Мама дорогая. Ой. Ой, а что, воду не перекрыли, что ли? Мама дорогая. Все перепугадые. Все на меня смотрят, что я снимаю. Жесть. Жесть. Мужик вот говорит, давайте покупаемся. Бассейн сейчас будет. Смотрите, смотрите. Бельбек. Жесть. Жесть. Так, все напугались, мужики. Конкретно. Побежали воду перекрывать. Он побежал воду перекрывать в оранжевом жилете. Да. Копанул хорошо. Да, наверное. Так, воду бы набрать вам. Я набрал. Набрал? Нет. Я все-все-все наведел, снимаю. Что-то вытянул. Да. Вот сколько у нас в Марьяновке воды. Ага. Можно купаться. Все хейтеры укроповские, украинские. Смотрите, вода у нас в селе есть. И очень, даже много. А, опять побежала. Так, она побежала мне в яму. Смотрите, сейчас она у меня тут будет в яму. Вот она побежала. Вот она побежала в яму. Вот она. А что заранее нельзя было перекрыть? Ну, тормоза. Ну, тормоза. А, вместо того, чтобы перекрыть воду и копать, они сначала начали копать. Ну, что-то, похоже, да, трубу нарушил. Нарушил что-то? Ну, похоже, да. Вы закрыли воду, перекрыли? Мы-то тут при чем? Там, вы закрыли. Откуда я знаю? Похоже, нет. Слушай, нет, что вы сначала воду перепрыли, потом копать, да? Ну, побежал мужик, смотри, перекрыли. Говорят, в Крыму воды нет. Есть в Крыму вода? Не купаемся? Лодку можно... Может, корнева поднялась? Вот, что-то непонятно было. Может быть, даже корнева поднялся его. Да, скорее всего. Я говорю, из-за дерева все эти проблемы. Корень трубу вырвал. Точно, точно. Обсуждают это. Из-за какого телефона? Из-за моего телефона? Это вон, из-за дерева. Вон, на тот короне у него пока. Там просто отвлекся, позировал. А это червался. Говорит, этот тракторист отвлекся, позировал, улыбался и корнем трубу вырвал. Ржут мужики. И что, она сейчас уйдет? Тише, Полина. Ой, там надолго. Надолго, да. Без воды осталось. Поэтому я и не звонила. Так что скажи Толе Букиничу привет и спасибо. Толе Букинич переживал, позвоните в аварийную службу, а то под дом затекает, затопит ваш дом. Вот позвонила вас в аварийную службу. И вот что в итоге. Что ты радуешься? Я ничего не могу понять. Чтобы укропом было весело. Чтобы укропом было весело. Радуюсь. Так, короче, мужики пошли думать. Пока заканчиваю. Чаю-то вина-то. А пока... Ваня все переживает, что я снимаю. Говорит, что ты снимаешь? Ты из этого... Ты сглазила, говорит. Слушай, так это что? Вот это течет. Ну так пока давление опустится. Так, вытащили вот такую штоку. Называется помпа. Сейчас из этой ямы. Ты что, господин ты пойдешь? Не надо, блин. Между прочим, я давно уже в ютубе блогерша. Называюсь Сибирячка в Крыму. О, блин, а я не знал. Слушай, а как ты появилась там? Здрасте. Обижаешь. Все меня смотрят. Марьяновка по 800 просмотров каждый день. А что ты выставляешь? Денег в воде? Пока нет. А что ты? Миллион нас. Жалеют. Да. За что? За что? Про свою жизнь показываю. Как я, например, ногами виноград топчу. Или как я вино делаю. А у них там нет? Кого? А у них там нет винограда, да? Ну, конечно. А у них там минус 40 сегодня. Так. Кинули трубу. Так что вода не просто так утечет, а под мои сливы и под айбу. Ну-ка. С какой скоростью эта вода уйдет? Полинка сидит в окошко смотрит. Машет рукой. Ну-ка. Кинули трубу. Так. Ураган. Кинули трубу. Такая шат. Тоня bolts. Так. Так. По м Actам. По мазям. Кинули трубу. Эсс Taco. Так. Так什么万能. Убежала вода, дорогу перекрыли, все, машины не ездите. У нас авария, вот так это все выглядит, и потепло, уклон хороший, туда как раз мне все под персики и пойдет, заодно и покажу, как у нас уже трава зеленая, он куда-то едет, а куда же он едет, он не видит или объедет там где-то, посмотрю, наверное объедет, объезжает, ага, одна сторона, ну вот. С такой скоростью выкачивается вода, вот течет в сторону забора, в сторону моих деревьев. Ой, все равно вода это счастье. Так, ладно, пока прервусь. Снимают сами на видео, что происходит, ржут. Мужскую работу можно смотреть бесконечно. Как же это классно. Бедный кизильчик мой, корни прямо воротят. Ну, ничего страшного, они в эту сторону тоже идут. Сейчас туда вода, вон вода стекает. Непонятно даже еще до сих пор, где труба лежит. Такое чувство, что даже не в том месте копает, далеко, где труба. Но, видимо, они туда сейчас опустятся и будут в эту сторону вручную, что ли, подкоп вести. Лестницу, говорит, надо поставить. Вон, стекает жижа. Вода течет оттуда из трубы. А, он сейчас делает яму поглубже, чтобы туда лишняя вода стекла. Чтобы они смогли туда опуститься. Для ямы делает запас. Земля такая рыжая, кстати. Глина, наверное, да? Чем глубже... О, вода туда пошла. Лестницу достает с крыши машины. Машина классная, у них там все. И помпа. И там и полочки, все инструменты лежат. И диванчик посидеть, полежать. Вот такая в Крыму аварийная ремонтная служба, которая работает очень оперативно. И мужики все молодцы. Начальник у них Рустем Менбариев. Ну, во всяком случае, по Марьяновке. Вот он важный ходит, как сельский врач. Стесняется, отворачивается. Видит, что я их снимаю. Вот, ой, палец поставила на... Ой, какая куча! Мама дорогая! Ну, все уже вроде бы сухо. Так, пока ладно. Ну, все уже вроде бы сухо. 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 Это круто, да, или дальше? Не, она сюда ближе, труба, к забору, во, 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 нашел, нашел, нашел. Странно, как-то она перпендикулярно идет, как будто от моего участка под дорогу в ту сторону, да, интересно, странно, да, вон там водичка сочится. Кстати, как долго сочилась вот эта вода, но она, видимо, под уклоном все-таки пошла под мой дом, потому что, смотрю, вот грунт выкопали, он сухой. То есть, это, вода не пропитана водой, ой, земля не пропитана водой. Корни обрубают у деревьев, тут еще это, поросли всякой полно. Ага, вон, вон, в ручею побежал. Так, пошла, сниму. Похоже, труба пластмассовая, она не железная, не ржавая. Ага, вон, какой-то узел нашел. И вон туда, в яму, все лишнее сваливает. Угу. Вот уже там вода течет, интересно. Такое чувство, что действительно, вон, пластмассовая труба. Угу. Ой, она просто, это, отколотая. Из нее, вон, вода течет прямо. Но это лопнуло, когда экскаватором копали. Это не место порыва. Рустем, это не место порыва. Это не место порыва. Да, больше метод, да, бездетно. Бездетно, ну, так, значит, запускается. Вот, видал, только вот здесь, а не место. Слушай, а труба пластмассовая же. А там металлическая. Ага. А соединение металлическое. А труба пластмассовая. Мужики говорят, соединение металлическое. А, вон, вижу. Вон, вижу. Вот так лежит труба. И вот так пошла под землей еще одна, видимо, на ту улицу. Вот она идет. И вот в этом месте порвал сейчас ковшом. Вот в этом месте. А вот в этой, к этой, соединение металлическое, и там порыв. Ну, все ясно. Сейчас, что, опять вода стекает. Сейчас пока со всей улицы стечет. Тут надолго. Да, работы много. Тут не просто заварить или что-то, а вот этот вот кусок трубы пластмассовой надо менять. Ну, ладно, пока на этом заканчиваю. Время почти семь. Темнеет. Сегодня уже ничего я не смогу снять. Но я думаю, мужики будут работать до последнего. И пока они не закопают, они не уедут. Уже ничего не видно. Да, вот еще дыра там. Там он сварочные работы. Работы делают какую-то запчасть из труб. Привет всем! Я тут, кричит. Им нравится, что я их снимаю. Ну вот, на этом я заканчиваю. Завтра утром покажу вам результат. Продолжение следует... Продолжение следует...